Траковский край, как издревле называют Красноармейский район, местные жители богат торфом и глиной. На плодородных землях хорошо растет хмель, картофель и зерновые культуры. Михаил Игнатьев посетил Красноармейский район, чтобы узнать, как используются природные ресурсы и насколько эффективно работает бюджет. Чудукасинская школа рассчитана на 300 человек. Сейчас в ней учатся всего 40 ребят, которые приезжают из 8 соседних деревень. Кроме того, к школе пристроен детский сад, который посещают малыши от 3 до 7 лет. Ясли во всем Чудукасинском сельском поселении нет. Логично предположить, что пока не будет условий, рождаемость не повысится. Придет это время, когда половину школы придется закрывать. Директор говорит нет. Ну, понятно, его ответ – рабочее место, рабочее место учителей, но детей надо готовить. Демографическая ситуация отрицательная. И с точки зрения открытия даже группы дошкольного образования, все равно недостаточно. Бесхозяйственно используется земельный участок пришкольный. Глава Чувашии был недоволен не только рождаемостью. В полуаварийном состоянии находится и само здание школы. С помощью косметического ремонта не скроешь покрытые плесенью стены и скрипящие от старости полы. Деньги на ремонт выделяются, а результата нет, отметил Михаил Игнатьев. Как полы красили там 30 лет назад, как доски были, так на эту краску каждый год 30 лет ложат одну и ту же краску. Уже краска, наверное, толщиной досок. Их надо снять один раз хотя бы и хорошенько покрасить. В этом году в деревне Яманаки приступили к строительству телятника на 250 голов. Молодые телочки чувствуют себя хорошо. И в скором времени переберутся в новое комфортабельное помещение. Однако, проблемы в животноводческой сфере еще остаются. На совещании по итогам поездки подняли вопрос о качестве молока и о недобросовестной работе участников. Когда кто-то в деревне смешивает с водой или через аппарат и пропускает, но соседка же не виновата, потом это молоко смешивается и они начинают качество терять. Я уверен, значит, кто-то там честно сдает свое качественное молоко, а кто-то все это снял, с водой добавил, сдал. Конечно, душа радуется у него. По данным Министерства экономического развития, в Красноармейском районе одни из самых высоких продаж алкогольной продукции в Чувашии. Командировочные и приезжие, именно они делают выручку магазинов, считают местные полицейские. Однако, это не значит, что местные жители приверженцы здорового образа жизни. Чтобы красноармейцы были в лидерах, надо заботиться о людях, давать им работу и достойную заработную плату, резюмировали на совещании. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.